Бордюром, видать, он стоит не ровно, а чуть-чуть в стороне, вот так вот. Как можно было так выставлять? Я понимаю, проектировавший кто-то. Неужели инженеров нет, и нет прорабов, которые бы посмотрели на этот проект и сказали, ребята, дорога должна идти вот так, а не вот так. Но мост сделан именно вот в бок. На днях Дорожная инспекция ОНФ в Магаданской области проверила участки дорог, введенные в эксплуатацию после ремонта в 2020 году, и побывала на участках, готовящихся к сдаче в конце октября текущего года. Журналисты и Черню Магадана тоже присоединились к данному мониторингу. В ходе мониторинга основной участок, который вызвал нарекания со стороны проверяющих, находился в паре километров от поселка Стекольный. По словам представителей регионального ОНФ, ремонтные работы на нем завершились еще в прошлом году. Их выполняла подрядная организация, аффилированная с экс-депутатом областной думы. Но дорога не продержалась и года. Ее нынешнее состояние всячески говорит о том, что ремонт нужно начинать заново. Мы находимся на федеральной автодороге Колома, в одном километре от поселка Стекольный. Данный участок дороги был сдан в прошлом году. Дорога не продержалась и года. Сегодня мы видим серьезные разрушения дорожного покрытия. И уже выставлены аварийные знаки. Данный участок это фад Колома, в районе поселка Стекольного. Дорога находится на гарантийном обслуживании. В прошлом году она сдана. В этом году мы видим многочисленные разрушения дорожного покрытия. Дорогу разрывает. Разрушение обочин. То есть подрядчик выполнил работу недобросовестно. Эта дорога нуждается полностью в переделке. Мы видим, что подрядчику ничего умнее не придумал, как просто залить гудроном разорванной части дороги. Это неправильно. Хочу добавить то, что это федеральные деньги. Подрядчик выполнил эту работу. Коль он выполнил ее некачественно, то ему необходимо работу переделывать за свои деньги. Мы видим вот как раз участок этой дороги, который именно пришел практически в аварийное состояние. Эта аварийность убирается постепенно подрядчикам. Но это не решит вопрос. То есть необходимо полностью переделывать. Тут что? Тут видно конкретно то, что у нас разрушение идет обочины. Ее подмывает. Она прямо отламывается кусками. В результате получается, что это значит отсыпка произведена неправильно. Она произведена неправильно. Утрамбовка. В результате провалы будут постоянные. То есть пока подрядчик это все не переделает, ничего не решит этот вопрос. Провал, вот этот, который мы на дороге видим, он будет постоянный. Даже я думаю, что асфальт тратить на него просто нет смысла. Это тратить деньги, просто закапывать деньги в песок. Этого не стоит делать. Просто проще все переделывать, делать новые дренажи. Далее были осмотрены участки, готовящиеся к сдаче в конце октября текущего года. На всех ведутся работы по устройству выравнивающего слоя и дорожного полотна. Там, где работы по укладке уже закончены, асфальт ровный и внешне выглядит хорошо. Остались лишь работы по устройству обочин, установке ограждения и нанесению разметки. В данный момент мы находимся на участке капитального ремонта в районе реки Ниарчан. То есть мы проехали уже большой участок дороги. Видим везде производство работ, асфальтирование, приведение в нормативное состояние. То есть в данный момент я вижу, что кое-какие участки уже в этом году, в октябре месяце, в конце октября будут сданы. Пока нареканий нет, остальное покажет время. Мы будем видеть уже именно при сдаче. И следующий год покажет. У нас показывает весна в основном. Сейчас необходим контроль промежуточных этапов работы для снятия спорных вопросов по качеству и толщине асфальта, чтобы потом не делать контрольной вырубки по холодам. По вопросам содержания гарантийных участков представители регионального ОНФ будут и в дальнейшем вести постоянный мониторинг.